Это грустное видео про вымирающий, буквально в смысле слова, город Арзамас, Нижегородской области, губернии в прошлом. Город основан при Ане Грозном еще в 1572 году от Марса, Ареса, Бога войны, разрушения, конфликтов, завоевания, достижения и побед, промышленный, купеческий и в будущем военный город. То есть если в этом городе не восстановят династии промышленников, заводчан, ремесленников, торговые ряды, если этот город не восстановится хотя бы за счет ВПК, то город вымрет в буквальном смысле слова. То есть численность населения будет падать и дальше, и вместо 103 997 человек по переписи прошлого года, то есть даже 104 тысяч нету, в Арзамасе, имя-то известное, звучит, все его знают. Что такое 103 тысячи? Без трех человек, даже 104 не набрали на прошлый год. А численность населения падает. Вот представьте, с 1926 года по 1959 город вырос более чем в два с половиной раза. Было 15 тысяч в 1926 году, а в 1959 уже было 41 с половиной тысячи. В два с лишним раза. И это за 29 лет. Вот это прирост населения. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е. И потом тоже. В 70-е годы, когда развитие прибора строительного завода началось, и строительство машиностроительного предприятия. Основное градообразующее предприятие. Это вот 70-е бурный рост промышленности. СССР. И пиком был 89-й год, когда проживало 108 тысяч с лишним человек. 35 лет назад было 108 тысяч в Арзамасе. А сейчас 103. Не то, что не прирост, убыток. Количество родившихся неуклонно падает. Пиком был 2015 год, пиком был 1370 младенцев родилось. А сейчас знаете, сколько рождается? Последние данные за 2021 год, 853 младенца всего родилось. Меньше тысячи. Такого никогда не было. В 2010 году прирост был, в 2010 году, 1176 человек. Представьте себе. Это на 300 меньше сейчас младенцев, чем 14 лет назад. Ну, куда это годится? Вымирает Армавир. Нет роста населения. Еще до войны это началось. Еще до СВО. Так никуда не годится. Итак, город Год Марса, Ариса, Бога войны, разрушения, контрактов, завоевания, Год Иоанна Крестителя. Алый и красный свет. Как сегодня. Вторник. Значит, активность металла, железа и все, что производится металлом, железом, металл, железом. И направление на военную деятельность. Значит, город основан, вот как я сказал, при Ане Грозном, 1572. А городом стал Арзамас в 16 веке, 1578 год. Вот с каких времен город существует. Считайте, 600 лет. Нет, да, 500 там. Нет, 545 лет было. 545 лет как город. И 103 тысячи населения. Это что такое? Это какая-то глухая провинция вообще. Что такое город? Еле-еле 100 тысяч перешел. Так он перешел еще когда? Да, в 89 году. 35 лет назад. А сейчас убывает. Еще такие пару лет и меньше 100 тысяч будет. Уболь населения. Это очень плохой знак. Значит, городом стал год солнца. 1578, умеренный год. Год солнца. Царский год, великий год. Золото. Росприрост добыча. Значит, добра, скажем так. Создание вокруг себя элиты. Трудовой, купеческой, другой. Значит, губернским городом стал во времена Екатерины Второй Великой, августейшей домствующей императрицы. А именно 16 августа 1781 года. Это был четверг, апостольский день. День тайной вечери. Успенский пост. Успенский пост. Вот губернским городом стал Успенский пост. Екатерина так решила, великая. Значит, это плохой знак. Успенский пост – это вот убывание, убывание в итоге. Решение трудностей испытания. Сокращение мужского населения. Там гибель, смерть и эмиграция внутри страны. Ну, давайте посмотрим. 16 августа прошлого года. Среда Иуда Искариотский, 30 серебряных. В этом году Голгофа пятница. Все то же самое, как в Армавире. То же самое все. Только дата другая. Среда, пятница, суббота. До 26 года убытки, убытки, убытки. Хлопоты, тревоги, заботы. Уболь населения и проблемы экономические. Нехватка трудовых ресурсов. Мигрантов нехватка, трудовых ресурсов тоже. И убыль населения – проблема. Переезд в другие края и страны. Тем более СВО вычерпывать будет. Вот сейчас за эти два года убыль населения будет 100%. Следующая перепись, если через два года пройдет, как обычно она старается ее проводить, то может даже упасть и меньше 100 тысяч оказаться в итоге. Вот такая история печальная. Теперь давайте посмотрим. Значит, среда, пятница, суббота. До 26 года, до августа никаких просветов. У Арзамаса нет. Поддержание просто на плаву. Так, в Арзамасе, опять же, нету евреев. Просто совсем нет. Я вам сейчас назову, а евреи прячутся, опять же. Значит, смотрите. Русских – 97% населения. 97%. Русский город вымирает. Все правильно. К сожалению. Украинцев 374 человека. Значит, украинцы, мардва, цыгане, татары, армяне, чуваши, азербайджанцы, белорусы, езиды, узбеки, евреи. А, евреи есть. Ой, извините. Есть в Арзамасе евреи 32 человека по переписи прошлого года. Не, какого прошлого? 2010-го. 13 лет, 14 лет назад. Значит, их уже нет или есть, насколько неизвестно. Ну, 32 евреи 13 лет назад в Арзамасе жило. Сейчас большой вопрос, сколько. Вот. Значит, русских подавляющее. Подавляющее количество. Так. Что под ударом у нас? Давайте посмотрим. Значит, воздушный транспорт. Аэродром есть в 10 километрах. Значит, способен принимать самолеты Ан-2, Ан-Тэй, Ан-28, Ан-38, Л-410, М-101Т. Так. Значит, после ликвидации Арзамасской области предназначался для всех хозяйственных нужд доставки почты охраны лесов. Есть, в общем. Цель, цель. Железнодорожный транспорт. Значит, в магистрали есть? Есть. Тоже под угрозой. Вторая точка. Два вокзала. Арзамас-1, Арзамас-2. Под угрозой, под угрозой. Дальше. Автомобильный транспорт. Значит. Ну, тут только платная магистраль. Так. Транспортный коридор. Все уезжают кто куда. В общем, понятно, что падает численность населения. Тоже транспортная артерия. Это дороги. Тоже под угрозой. Значит, военных предприятий я не прочитал. Нету их. Так. На сегодняшний день наиболее крупными предприятиями являются приборостроительный завод под угрозой, машиностроительный под угрозой, завод коммунального машиностроения, легкого машиностроения под вопросом, темп авиа, рекорд электроникс, автопровод, импульс, литейно-механический завод, старт под угрозой. Да. Значит, это точки прилетов, можно уже сразу сказать. Если что-то на военные рейсы перевели, то же самое, под угрозой. Значит, серьезная история. Вот что хотел сказать про Арзамас. Самый главный акцент. Успенский пост, значит, губернским городом стал. То есть, самоограничение. Народ бежит и вымирает, численность населения падает. За 35 лет упала на 5000. Не растет, а падает. Вот. Ну и среда, пятница, суббота до 26-го года тоже ничего хорошего. Вот такой прогноз печальный. Берегите себя, Арзамасы. Люблю ваш город. Был в Дивеево проездом. Великий ваш Воскресенский собор, обожаю его. Я в шоке, когда его увидел, побывал в нем в Воскресенском соборе. Напоминает очень Исаакиевский собор. Величественный, огромный, намоленный, благодатный. Храните, берегите его. И вообще древнейший город. 600, так и 545 лет было в прошлом году. 545 лет. Храни вас Господь. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Жду на приеме, жду донаты. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok